Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня на примере данных ручек мы разберем с вами самый простой способ наращивания, который 100% получится у всех. Если вы, так же как и я, ненавидите все эти формы, шаблоны, не любите ничего подрезать, то это видео однозначно для вас, оставайтесь со мной. И так же сегодня в видео я вам презентую новинку, которая полюбилась уже многим мастерам и вышла в моей торговой марке. Итак, мы начинаем, как всегда, со снятия покрытия. Здесь мы должны быть максимально аккуратны и ни в коем случае не перепиливать здоровую ногтевую пластину. То есть снимаем мы весь материал до тонкой подложки. На каких оборотах делается снятие? Я чаще всего работаю на оборотах 25-30 тысяч, больше не ставлю, потому что разницы на самом деле никакой, а аппарат все-таки работает, так скажем, на пределе своих возможностей. Также обязательно поднимайте чешуйки натуральной ногтевой пластины только при помощи пилки. Не забудьте про бафы. Бафы они зашлифовывают, заполировывают, но никак не приподнимают чешуйки. И из-за этого сцепка, конечно же, может быть хуже. Основная особенность геля в том, что это низкокислотный материал. Вообще говорят, что он бескислотный, но на самом деле это не так. Низкокислотный материал, который сам по себе без подложки, естественно, у нас с натуральной ногтевой пластиной сцепляться не будем. Поэтому сегодня в видео, как всегда, полезную информацию вам озвучу и рассмотрим факторы, которые влияют именно на носку геля. Сейчас мы делаем маникюр. Это один из важнейших этапов. Обязательно мы должны убрать весь птеригий, но ни в коем случае не перепутать пыль с птеригией. В боковых пазухах очень часто после маникюра образовывается пылюшка маленькая. Мастера, гонясь за скоростью, не спешат ее стряхивать и вообще некоторые даже преподаватели говорят, что это излишние этапы. Но я так не считаю. Очень часто в боковых пазухах скапливается пыль и многие путают ее именно с птеригием. Начинают вычищать, 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 тем самым истончая боковую стенку натуральной ногтевой пластины. И как следствие потом появляется боковой анихолизис, который кстати очень и очень плохо отрастает. То есть восстановить его очень сложно. Кстати, напишите пожалуйста в комментариях, снять ли вам видео про анихолизис, самые частые например проблемы возникновения и что мы можем сделать, как мы можем помочь нашему клиенту. Я буду вам очень признательна и наконец-таки наверное если вы проголосуете, выйду лицом к вам в кадр и запишу разговорное видео, больше даже подробное как видео урок. Ну а мы уже сделали маникюр, сделали срез, заполировали все и наносим базу. Обязательно, впоследствии ваш гель должен быть на базе, на любой базе. Любой гель подходит под любую базу, если вы снимете липкий слой с подложки, то есть с этой самой базы. И вот она, нашумевшая новинка в нашей торговой марке, это гель Си Милки Вайт. Это и не молочные, и не белые, девочки. Цвет просто невероятный. Очень многие хотели именно гель белоснежно-молочный, чтобы он был плотнее, чем молочный, но все-таки не такой белый, как для френча, потому что ну иногда, конечно же, не хочется нам заморачиваться, делать какие-то подложки и хочется просто покрыть ярко-белым цветом. Но, как следствие, сильно ярко-белые гели, они почему-то очень мягкие и иногда не полимеризуются в толстый слой. Мы решили эту проблему, сделали цвет очень и очень плотным, но он жесткий после полимеризации, отлично держит арку, не печет, не затекает в боковые стенки, у него невероятно удобная консистенция, работать им одно удовольствие. Артикул на все товары я, как всегда, оставлю в описании под видео. Посмотрите, как он быстро выкладывается. Видео здесь не ускорено, то есть я работаю в том режиме, в котором мне удобно и комфортно. Также у нас есть клюющий ноготок, но за счет того, что мы с вами не убирали длину изначально, мы можем все это скорректировать за одну каплю. Да, конечно, как сейчас модно говорить, гель без опила, гель без опила придется чуть-чуть попилить, но зато нам не придется ничего докладывать лишних капель. Мы просто угоняем всю толщину геля на торец и все выравниваем ровную параллельку, ровную нашу продольную арочку и приступаем к наращиванию. Типсу я обрезала, это верхняя форма, не гелевая типс, а именно верхняя форма. Выкладываю туда тонко гель и просто прижимаю к ноготочку. Полимеризуем фонариком. Данная техника называется техника подложки и для тех, у кого проблема с тем, чтобы подставить верхнюю форму, я ее очень и очень рекомендую. Самое главное подсушить контактную зону и потом просто выровнять изнанку и получается, что у нас без затеков мы удлинили наш ноготь. Остается только убрать немножко ступеньку и все. Таким образом можно наращивать абсолютно любую длину. И я, кстати, хожу с такими ногтями уже сама достаточно долго, наверное, уже месяца полтора или два. И вот-вот уже надо бы переделать, но все, руки никак не доходят. Напишите, кстати, кто такой же еще, как я, сапожник без сапог. Всем остальным я уже сделала маникюр по два-три раза, но себе не успела. На этот наращенный ноготь после того, как мы убрали ступеньку, мы просто выкладываем так же, как обычно, капельку геля и распределяем ее. Сейчас вы видите, как я выглаживаю ровную продольную арку и убираю вот эту клюющуюсть, то есть которая как раз таки и дает весь упор на наш торец, то есть она дает нагрузку. Гель должен плавно подниматься от натуральной ногтевой пластины к апексу, а дальше идти практически прямой линией, ну или в идеале, конечно, прямой, если это какое-то моделирование. Делаем опилку, по форме, я опиливаю форму овал, сначала захожу под ноготок, потом смотрю сверху и опиливаю уже до красивой формы. Обязательно не забываем убрать провисающие части, то есть провисающие наши ушки снизу и делаем красивую ровную форму. Заканчивайте всегда опил длинными протяжными движениями, так у вас не будет зазубринок после ваших движений туда-сюда пилочкой. Это, кстати, очень полезно и обязательно, даже если вы опилили вроде бы форму хорошо, пройдитесь по разу от одного синуса к центру, от другого синуса к центру и таким образом у вас получится ровная форма. Пилочка ваша должна как бы летать, это очень помогает при опиле. Не забываем, конечно же, об опиле натурального ногтя изнутри, сейчас я опиливаю нарощенный ноготок, видите, практически пилить нам ничего и не нужно. И обязательно матируем гель. Зачем, кстати, мы бафим гель? Очень частый вопрос. Смотрите, после полимеризации, так как гели однофазные, мы снимаем с них липкий слой и они глянцевые. И глянцевый топ на глянцевом геле, он просто может дать сколы. Может дать, а может и не дать. Тут, знаете, как фортуна повернется. Ну, а зачем нам проверять? Зачем нам переделывать клиенту? Тем более, что забафить ногти, ну, это, не знаю, наверное, две минутки вашего времени. Поэтому лучше, конечно же, это сделать. И еще одна новинка, которую разбирают, кстати, как горячие пирожки. Я не могла выпустить это видео только потому, что у нас даже не было этого топа в наличии. Этот топ попал от нашей торговой марки Си. У него куча красивых мелких блесток, которые под солнцем и под светом сияют, как тысяча осколков серебра. Но в то же время не дают такого, знаете, очень-очень яркого эффекта. То есть они смотрятся достаточно деликатно. И также у него очень удобная консистенция. Но облеск, как у нашего стандартного топа супершайн. То есть у него просто добавлены блестки очень красивые. И сейчас хочу показать, как готовлю ручки перед фотом, многие просили, наношу крем-парафин, распределяю его на зону, которая у нас кутикула, и на боковые валики. И очень-очень хорошо втираю, втираю во все трещинки. Также, если у клиентов сухие руки, я могу еще и руки потерять этим кремом. Но для того, чтобы нам сфотографировать, нам при помощи влажной салфетки обязательно нужно убрать жирный блеск. И вот такой вот итог мы получаем. Посмотрите, из сухих возрастных ручек мы получили красивые, ухоженные, молодые руки. Еще и с таким светлым, красивым, плотным гелем и невероятными блестками. Еще раз напомню, что при искусственном освещении, да, они горят, как тысяча огней. А при обычном свете есть такое легкое, приятное мерцание. В общем, надеюсь, что видео было для вас полезным и интересным. Не забывайте в комментариях отвечать на мои вопросики. И с вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!